Едем в город Великий Луке, в мою любимую школу, общаться с нашими любимыми учителями. Жизнь ведь так важен, блин, каждый момент. Важно каждым днём насладиться. Ну почему же все те 11 лет? Я куда-то так торопился. С пацанами вышли покурить, чтобы просто обсудить то, как дальше будет жить. Кто-то сразу на работу, кто-то в армию служит. Ну а там, как пойдёт? Не обманывайте себя, слушайте себя. Это главное первое правило. Сколько нам ещё? Километров 200. Не доедем ни хрена. Да ну, нахуй, ёпт, твою мать, ёпт. Витя! О, блядь! Аааа, с***а, как он орёт! Можно я заплачу, как будто это автосервис? Так а если у нас нет, то этих самых специалистов. Пать, блядь, ты что, у меня паничка начнётся через две, блядь. Мой приёмник, односторонняя связь, тире и точки, арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу, я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три, свобода это то, что у меня внутри. Ты куда-то залезет, замучается открывать. А как ты масло будешь заливать? Тебя умника попрошу. Да выключите! Я свободен! С вам на три скафа, я свободен! Вы давно бывали вообще в своих школах? Давно разговаривали с теми учителями, которые вас учили? Все равно они несли большой клад в вашу жизнь. Алло! Инна Петровна! Привет, дорогой! Здравствуйте! Как ваши дела? Да лучше всех, но рабочих. Прекрасно, прекрасно. Работа та же? А куда, конечно. Ну, вдруг там, я не знаю. Ты хочешь мне другую работу предложить? Ну, мы обсудим это, хотите? На что ты Дениска хочет, дорогой? Я подумал, может быть, навестить мне школу свою любимую в ближайшие пару дней. Я тебя всегда жду, приходила, такой чест. Бомба, бомба. Все, я через пару дней приеду, я, знаете, что подумала? Если вдруг это кому-то интересно, может быть, детишкам что-то рассказать? Ну, те, которые постарше, соответственно. Легко, Дениска. Приезжай. Работает еще Валентина Виняниевна? Работает, конечно. Мой классный руководитель. Работает. Мы им ни о чем не говорим. То, что я приеду, для всех будет сюрприз. Ну, давай, напишешь. Все, все, хорошо. Тогда до завтра. Ну, давай, пока-пока. Давайте. Едем в город Великие Луки, в мою любимую школу, общаться с нашими любимыми учителями. Мать, блядь. Да. Ну, ты прикинь. Ну, пожалуйста. Вот это сейчас, знаешь, называется натих. 21 колеса. Безопаска ездит? Братан, безопаска ездит. Нет, блядь. А что за шутка? Открой окно. Витенька, Витюшенька, Височка. Братья, представляешь, на трассе еду, приехал, попало какой-то камушек, походу, в этот, в тормозную куда-то систему. И скрижет не то, что сильно, ну, типа, блядь, братан, прям, ну, ехать страшно. Что делать? Бен, ну, единственное дело, только попедалировать. Ну, отпустил, нажал, отпустил, нажал, отпустил. А то, что царапает диск? А ничего не сделаешь абсолютно. Он у тебя подотрется немножко и выскочит камень. А попедалировать сильно надо или, типа, ну, там, чуть-чуть, как-то плавно? А по-разному. Смотри, сейчас тебе надо ловить момент, пока не вывалится этот камень. Но звуки у тебя сейчас страшные должны быть. Такие, чтобы, блядь, ну, как будто, вот, мне, блядь, очко режут, блядь, вот такие уже, блядь. Звуки страшные, короче, ты ничего не сделаешь. Вот единственное, понажимай, понажимай, понажимай поэффективнее, Дэн, наверное. И так, и так, посмотри. Чуть-чуть он подточится, здесь один отличный вариант. Только камень чуть-чуть подточится, и он у тебя выскочит. Да, я тогда музыку погромче сделаю, потому что, слышите, ты, я не могу, у меня такое, я тебе уже описал свои чувства, что происходит со мной. Да я понял. Сделай музыку погромче. Давай, брат, я понял. Хормози почаще. Давай, хорошо. Давай, спасибо. Дэнчик, хорошей дороги. Спасибо большое, давай. Это период неправы. Очень обрадовый. Открывай окно, потому что я не хочу это слышать. Давай. Оф-роуд, блядь. Вот это все сейчас пробую, да? Нет, я не прыгнул. Прикинь, как люди со стороны помогают. Долбоеб полетел, да? Оф-роуд, блядь, 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 блядь. И что делать, блядь? Да ну даже народ, блядь, смотри, у них, блядь, вообще из жопы ехал. Они думают, что это происходит, блядь. Как будто он тащит кого-то там. Да, 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 они так смотрят жестко. А сколько по времени он у тебя выскакивал? Слушай, Дэн, я, блядь, минут 30 с аэро ехал. Блядь, блядь, что у меня паничка начнется через две, блядь. Хорошо, я еду на шинвантаж. Все, хорошо, Дэн, давай, если что, звони. Давай. Вот это вообще толпу. Вся деревня, думаю, толпоеба. У них, блядь, сачек скрипит жестко. Да, да, нет проблем. Хотя бы недалеко, ты прикинь, как вот это, ну? Здравствуйте. Можете, пожалуйста, достать с колодки попал камушек? Скрипит очень сильно. Кольцо с ней будут сами доставать. Кто? У нас же не автосервис. Можно я заплачу, как будто это автосервис, только можно достать? Так, а если у нас нет, то этих самых специалистов таких, скажем так. Думаете, там настолько все сложно? Я не могу так вам сказать. Давайте просто снимем колесо и посмотрим. Снимите, посмотрите. Просто пока вот мы вот ходили, все, он выскочил. Она едет нормально. Спасибо большое, все получилось. Представляете, только нам всего лишь нужно было подумать. Выскочил камушек. Прикиньте? Ну, он сам послушается со стороны. Продолжает. Мои дорогие друзья, я поздравляю вас с наступающим новым годом и желаю, чтобы у вас все в жизни было хорошо. А чтобы у нас все в жизни и у вас было все хорошо, поставьте просто лайк, подпишитесь на этот канал и знаете, что у нас все будет в жизни. Расскажу нам все по сути, не себе лугу, а дыхают люди, мы не из тех, кто нагоняет жуть, мы рождены, чтоб суетить нас муть. Оу, санитары лесов старых мерседеса, под капотом двигатель прогресса. Ну как ты устал? Я очень сильно, я не могу устать, никогда не устал, просто сейчас приду быстро покушаю и буду плакать долго в армии, потому что я устал. Уроки, уроки учить. Сюда, на школу. Хватит, хватит. Да он не отстанет, у тебя выбора нет, тебе проще свыкнуть, привыкнуть и все. Если контент нужен, ты попроси, он скинет. Дэн, ты дома. Дэн, ты дома. Я дома, съемка пока прекращается, потому что надо привыкнуть всем, потому что не все готовы пока что к съемкам. Все попозже. Представляешь, начало нашего ролика, просто как я шлепнусь на жопу, как тебе такое. Нормально? Ну что, доброе утро. Мы едем в школу. Мы едем в школе, потому что, мы не можем работать. Ладно, никогда не будем спать. Я делаю, когда хочу, вы будете делать, как ты понимаешь? Мы едем в школе, за тобой. Эй, ты дома, я не должен жить. Павел, как ты из школы. Павел, как ты умный, Заброшенный, отовсюду здесь веет холодом, непотерянный, но заброшенный, я один на один с городом. Через 10 минут где-то подъеду. Хорошо, хорошо, приватим. Мне нравится, что знаешь, вот это, как будто знаешь, каждый день общаемся. То есть вот это, что называется, 11 лет школы, вот это, ну, чисто семья, вот созвонились, как будто мы вот каждый день реально разговариваем. Кайф, вот это приятно, когда есть вот эта легкость. Жизнь ведь так важен, блин, каждый момент, важно каждым днем насладиться. Ну почему же все те 11 лет, я куда-то так торопился. С пацанами вышли покурить, чтобы просто обсудить то, как дальше будет жить. Кто-то сразу на работу, кто-то в армию служить, ну а там, как пойдет. Попало в кадр? Да. Да, вот это правильная ставка, знаешь, здесь песня какая-нибудь супер-классная, тут только, знаешь, бух. А тоже, слушай, идет, не видит, не слышит ничего. Братан, тут я думаю, гадует, что кто-то, знаешь, ждет, пока дрон прилетит ему в пузо. Детская школа, не детский сад, со звонками. О, это запах. Да, 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 мой. Здравствуйте. Ой, даже чуть-чуть запотели, смотри, слышишь, вот это зашел сразу же. Мы в школу, мы к Инне Петровне. Документы можно? Как у вас дела? Хорошо. Хорошо выглядите, ой, ну прям прелесть. Да, спасибо. Хорошо, хорошо. А что у нас за съемки? А я же этот какой, тот, который должен всем немножко рассказать, знаете, сейчас зайдем к моему классному руководителю, сразу же вот это, скажем здравствуйте, подарим, оставим шмот и пойдем дальше. Здравствуйте. Как? Вас снимать не надо, меня снимают, вы же знаете. А куда сразу? А я собрался в школу опять учиться, я вот, знаете, соскучился немножко. Здравствуйте. Уф, все сразу выскочили, в охрана. Все в порядке, я ненадолго, я быстренько всем скажу привет и скажу обратно. Давай, давай, давай. Я вообще слышал, что вот одиннадцать надо отучиться, одиннадцать проходит, опять возвращается, разве не так? Так. Конечно, конечно, а у вас же хорошо, тепло. Так, у нас 13 минут, подождите, подождите, пожалуйста, минутку, потому что у нас два мышц. Окей. Это мой классный руководитель. Помните, вот это, я петь люблю, вот это, вааа, на меньшее, я не согласен с это. Да и вот эта женщина учила меня немножечко вот это, в голос кричать. Оттуда у меня такая вот пристрастие к музыке. Сань, вот он, вот он, сказали ребята, вот он. Не может быть. Ну, иди я с тобой, пообнимаясь хоть немножко. Здравия. 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 Моя ты лапушка. А что ты очки одела? А я смотрел на учителя своего, думал, что мне так же надо двигаться. Говорят, что с очками более презентабельнее. Я вот это с детства насмотрелся и понял, что тоже так хочу. Поэтому и накинул сразу. Это вам. Это вам. Спасибо большое. Пройдем, чтобы шума поменьше было. Спасибо. Пойдемте в кабинет. Надо хоть поставить. Ой, тепло, хорошо, уютно, кайф. У нас тепло, уютно, да. Видишь мои, да, лайки я там тебе ставлю. Не, я, конечно, с удовольствием был виден, но надо подписаться уже давно друг на друга, чтобы вот это, я видел посты ваши, лайки, там, комментарии, там, чик-чирик, мы там вот это подписывали друг другу, там, фоточки, может быть, там, типа, хорошо выглядишь, конечно, Маша. Как дела? У меня нормально, видишь, вот все дружу, работаю. Ну, ничего не меняется. Классно. 11 лет прошло, как хороша была, так и осталась. Спасибо. Спасибо, Денис. У меня класс восьмой. Ну? Я так вас часто вспоминаю, я им так часто говорю про тебя и про Мишу Каширского, я так часто. Мишу, ты не знаешь. Миша Каширский, это со среднего выпуска у меня был, сейчас он в МЧСе, да. Я уже думал, что ты запамятил. Но про тебя очень часто напоминаю, говорю, на что у меня был Денис такой. А что говорить, вот самое основное, ну, такое, что запоминаешься было, ну, что? А что? Не учился. Ну, как есть, зато не врем никому никогда. Никогда, да. Ну, а что поделать? Я помню, как пятеркой с уроков уходили, вы, это я очень помню. Как помните, что на уроке вообще... Мы ходили к виноградову, а что вы там пили? Это мы не вставляем, мы там ничего не пили. Мы просто ходили кушать, у него через дорогу был дом, и, знаете, вот это, с кайфом-перменью поесть. Не знаю, не знаю, мама говорила, гляну, нету коньяка. Значит, ребята были. Мама рассказывала так виноградову. Мы просто пробовали вот это. Пробовали, да. Нет, приду на урок, нет, говорю. Ой, до сих пор они, вот сколько им лет-то уже? Ой, сколько в школе, столько и скамеечкам. Так что, Денис, кайф. Кайф, да. Молодец, конечно, ты молодец. Ты приехала. Я, кстати, только ради этого приехал, чтобы, понимаете, это выпуск про школу будет. Да, будем рассказывать, да, как мы где учили, что про нас говорят, что за нас говорят. Ты молодец, конечно, ты не женат? Нет. Я не женат. Точно не женат? Ну, что значит, точно? Ну, я вижу, там ты с девчонками. Ну, так я же нормальный мужчина, как мне с кем еще были. Ясно. Ты на машине приехал? Ну, конечно. Там крутая же у тебя машина. Молодец, умник. А мама как твоя? Все в порядке. Она в луках здесь? Да. Ну, молодец, молодец. Молодец-то, я хочу тебе сказать. Нет, стоп, а кто вот этот будущий уголовник? Нет, разве не так это все было? Вот как мы быстро вот этот кроссовок, кроссовки поменяли. Как я его ругала? А как кроссовки мама искала? Как она меня? Кроссовки твои. Ну, кроссовки я помню. Ну, кто-то увел. Мне кажется, до сих пор, что это физрук. Вот у него откуда-то появились точно такие же. Вопрос, откуда они появились? Это такие довольно-таки редковатые кроссовочки были. Он у меня такие же, говорит. Я не помню. Ну, что делать? Ну, что делать? Я к нему зайду, спрошу за кроссовки, ладно. Я это тебе там ставлю лайки и говорю. На все посты? Господи, ну, что вижу, то да. Не, ну, хорошо. Все, мы пойдем дальше. Ну, идите, ребята, давайте, идите. Я была рада тебя видеть, очень, очень была рада видеть. Давай, на камеру вот это, слышишь, работаем профессионально. Ну, как оно так могло произойти в этот дивный чудный вечер, когда мы встретились с тобой? Невозможно, невозможно, невозможно не снимать такую красоту. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сразу в прямом эфире? Нет, мы потом вырежем, ставим все, что нам нужно и не нужно. Но в целом нам всегда все нужно. Почему? Ну, потому что это учитель и преподаватель литературы. Если знаете о том, как поставлена моя разноречивость, все благодаря этой прекрасной и длинной женщине. Уверена, что хотите, что? Что этого хочу? Съемок, вот что, не будем снимать, не будем показывать о том, о каких-нибудь истории, может быть, рассказывать, типа дивный. Это, кстати, вам, между прочим. Почему? Я совершенно не публичный человек, Денис. Хорошо, две секунды разговора, пока что не снимаем. Пойдемте, можем мы хотя бы в классе поговорить? Можем поговорить в классе, там будут сдавать песни о Вещем Олеге. Прошу вас, заходите. Они Илья? Кто хочет, прошу вас. Здравствуйте. Да, тут говорят, что ходит этот самый звезда, как азу. Ой, меня не надо снимать. Это нам не надо. А мы чисто, а мы чисто, а вот это чисто. У нас шоу, вот это сейчас, ну, вот это борьба, там нельзя, да, съемки. Я не знаю, да. Ничего себе. Я не знаю, что это называется. А чего ты так и сказал? Но дело в том, что я езжу. Посиди полу. Сиди полу. Я с ним. Да можем все вместе, пойдемте все вместе вообще. Почему ты в Питере? Скажи мне, дорогой, в двух словах. Ты же в Москве был. Да Москва мне не понравилась. Чего? Пожил и понял то, что немножечко не про наше воспитание, я бы так сказал. Да? Да. Если как нас учили, да, вот это мужчина, ответственность, ни в коем случае никому ничего не врем, говорим, выполняем и делаем. Да, в Москве про это все уже забыли. Все, там уже другие принципы, там все про деньги. Я вообще приехал вот этот выпуск про школу снять. Ну, я так и поняла, что тебе надо что-то снять. Ну, не надо что-то снять, я бы так вот, наверное, не говорил бы, но в целом, ну, так как я не был все-таки здесь последние годы, наверное, 3-4, то посетить все равно хотелось. Если вы помните, я все равно и без камеры сюда приезжал, с удовольствием со всеми увидится. Хотя вы же, наверное, понимаете, что график у меня такой довольно-таки сложноватый. Самые успешные люди, это у Паталины в Европе, да-да-да. Можешь мне поговорить немножко с ними? Да, ну, давай, давай, я остановлюсь тогда. Здравствуйте. Постаньте, люди, когда взрослые знакомы. Я помню, слышишь, было... Все, сразу садимся. Дорогие друзья, есть буквально 10 минут, хотите с вами немножко пообщаюсь? Есть ли у вас на то желание? Представлю, Денис Бальков, да, значит, блогер, вы знаете, это наш выпускник лично мой, поэтому пообщайтесь, позадавайте вопросы, он вам расскажет. Может, можешь что-то гадать или нет, чем хотел вообще в будущем стать? Честно сказать, в 11 классе я пришел к своему классному руководителю и сказал о том, что я буду сдавать физику. Вот при вопросах вот этот пришел, сказал, я буду сдавать физику. Ну, точнее, мама мне так сказала, что надо для поступления в институт. В какой? Говорит, в военный пойдешь. Ну, типа, чтобы вы понимали, ну, я вообще не то, что не планировал, не знал, не гадал, не думал, и вообще мне это не нужно было. Нельзя сказать то, что, ну, то есть, ну, это все прошло зазря. Безусловно, опять же, внутренние какое-то ощущение, характер, стержень мужской, то есть, какие-то, может быть, любые критические ситуации я могу, ну, то есть, вообще для меня, ну, нету критических ситуаций, для меня нету, ну, каких-то страшных ситуаций, потому что то, что я проходил там по истокам 7 лет, то есть, ну, ничего я не вижу. То есть, ну, то есть, ну, то есть, это убрало какой-то определенный страх в жизни на то, что тебе, типа, вообще все равно, как бы, ну, ты все воспринимаешь в адеквате. У тебя всегда есть спокойная точка мышления, то есть, у тебя нету страха, у тебя нету паники, то есть, опять же, это все залог того, что 7 лет прошли мои не зря. То есть, опять же, этому же я научился, я же такой не всегда был, правильно? Поэтому все всегда воспринимаем только с позитивной точки зрения, и все у вас будет в жизни хорошо. Все, мои дорогие друзья, немножечко вам рассказал, думайте, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на Дениса. Да, и вот им скажите обязательно, а то они забывают вот эти люди. Да, пожалуйста, не забывайте, а то мы с вами быстро раздоремся. Спасибо большое. Спасибо вам. Все, пока-пока. Все, настал тот дивный час. Взять те самые розы, которые нас немножечко запачкали. Так, предыстория. Сейчас мы встречаемся с той учительницей, которая, ну, держала меня всегда в напряжении, держала меня всегда на взводе, потому что, ну, это серьезный оппонент, я бы так ее назвал, потому что все 11 лет общения, учебы, это была какая-то, наверное, своего рода борьба. Борьба вот это двух характеров. И, безусловно, конечно, по истокам, когда уже закончилось мое обучение, я выпустился, теперь это встреча только вот полюбовно, вот это. Ну, как всегда, мы любим тех, кто нас воспитал. Можно у нас буквально на минут 40 пообщаться? У меня волнение аж вызывает. Я, конечно, когда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что такое? Я вас не узнаю. Почему? Потому. Хорошо или плохо это, я не понимаю. Так, очарование. Такое, которое сменило имидж, как-то постройнело, как-то... Возмужало. Ну, безусловно. То есть, получается, ну, растем, становимся прекраснее, лучше, наполненные. Очечки, очки, которые нам добавили в имиджер, просто они вводят заблуждение. Какой-то некой экспертности, я бы, наверное, даже добавил так. Я бы так сказала, что это такая загадочность. Картина, да. Ну, конечно, дополнение могу я всех своих друзей забрать. Можно прекратить видеосъемку? Съемку прекратим? Да. Как дела? Мы с вами пообщаемся только после того, как будет все закончено у вас вот в этом процессе. Все прекрасно. Это творческий процесс? Безусловно. Но я не являюсь частью вот этого процесса непосредственно. То есть, не входим, да, вот это, ну, в новое молодое творческое движение? Так хочется вот всякого немножечко познать и рассказать. Передать того самого учителя, который вот держал меня все время в напряжении. Постарается? А ведь это тоже определенный шар, люди должны знать. Послушаем. Ну, наверное, видели в последний раз. Давно. Не, мне нравится. Ну, и что, шел потом скоро начнем говорить? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мы будем не провоцировать. Не провоцировать. Хорошо. Мы пока что останавливаем съемку, потому что нам пока что, да, пока что тяжело. Хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья. Очень хорошо. Я знаю, что сейчас вам будет очень трудно. Я это все проходил. Это все у меня было. Терпите. Но, знаете, вам это все пригодится. Сто процентов. И она вас точно научила. Все. Всем пока. Я рада видеть успехов. Ну, надеюсь, еще через три года. Выше, дальше, больше. Все. Я рада видеть. Все хорошо. Денис, ну как ты поговорил? Бран, если честно, знаешь, как-то хорошо и даже в какой-то степени немножечко волнительно. Знаешь, это все равно, когда ты общаешься с той, которая, знаешь, тебя прям всегда держала. Вы не представляете, то есть, ну, насколько это было. То есть, ну, у меня был не то, что контроль за мной, но это, я не знаю, ну, меня никто так не контролировал. То есть, я приходил на урок, и, ну, вот это любой шорох, все, уже Байков я такой. И все. В девятом классе, чтобы вы понимали, я сдавал 14 параграфов, чтобы мне четверку поставили в четверти. Как у вас дела? Замечательно. Все хорошо? Да. Класс. Видно, тети, пахнет, расцветает. Класс, 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 класс. Уроки. Нет, пока нет. Сегодня, сегодня. Ага. Ну, сейчас, сейчас нет. Ну, это аккуратно, чтобы надо. Да? Так, для меня. Камера, да, 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 я понимаю. Все хорошо в целом, здоровье. У меня все здорово, у меня все прекрасно. Отлично. Светем, расцветаем и пахнем, но приятно. Хорошо, класс, все равно, вот это, знаешь, и они не меняются, они не меняются. Они какими были, они такие все и остаются, все на своем. Вот это вообще класс. Приятные эмоции, друзья, обязательно посещайте свои школы, обязательно посещайте тех людей, навещайте их с большим удовольствием и дарите им прекрасные улыбки, дарите им прекрасные эмоции, потому что, опять же, они видели, как выросли, они вкладывали в вас свою душу. Дайте им немножечко тепла, любви, заботы и просто придите к ним в гости и скажите, ну, как у вас дела? Это же все равно прям любовь. Любовь. Ловим на лету, тело доведу, все мы на виду. Я ведь тоже не был в курсе, где твой враг и друг. Время сузит круг, деньги пусть идут, деньги пусть идут, деньги пусть идут. Район забытых котов, салон, отбор на стипов. Красиво жить не запрета, на что ты вообще готов? Слова острее, шипок, ранен, но не убит. Кита столовца, она всегда прекрасна, особенно в школе, это вообще искусство, я не знаю. Очень круто, кайф, кайф. Я бы вот реально в школу возвращался только ради того, чтобы поесть. А я и возвращался ради того, чтобы поесть. Больше трубить, я хочу ламбо, не в кредиты. Куплю маме новый кров, пиздец у нас аппетит. Люблю беший, люблю плов, мы помешанные психи, смешанные, как черви спики. Извинить, нить, извинить, нас не изменить. Ты, я думаю, не, братан, немножечко потерпишь, потом выйдешь и все поймешь. Пока что надо поучиться. Ты хорошо учишься? Да. Ну, типа тройки есть? Нет. Нет, это было ладно? По какому предмету? По математике. Плохо, да, на математике у тебя? Какой предмет больше всего любишь? Ну, литература. Да? Ничего себе, скоро будешь, значит, зачитывать Шекспира. Да, не особо того. Просто сидишь весь урок, ничего не делаешь. Ну, поэтому тебе нравится, да? Ну, тоже, знаешь, надо уметь ничего не делать. Это хорошо. Но ты зато самый смелый пятиклассник, которого я видел. Большой молодец, у тебя большое будущее. Держи пять. Так я давно об этом говорю, я потом приехал, потому что не могу. Я всегда люблю, когда приходят к нам в школу наши ученики, да, почему я это люблю. Ну, во-первых, у учеников все равно в памяти остаются какие-то учителя. И верьте, когда вы закончите школу, и пройдет очень много лет, вы, большинство из вас, будут с любовью вспоминать школу. Будут вспоминать интересные случаи жизни, смешные. Будут вспоминать первые двойки, да. И вот когда приходят уже ко мне мои выпускники, да, как сегодня Дениска в гостях, я тоже всегда его рада видеть, потому что, ну, мне интересно, как сложилась его жизнь, да. Где он работает, что он делает, как он живет. Я надеюсь, что очень скоро у Дениски все-таки появится семья. Мы вспомнили сегодня про его маму, да, потому что у него замечательная мама. Но еще не успели поговорить про его одноклассников. У них был замечательный, шикарный класс, и мы с ними шикарно сделали Новый год для маленьких. Собираясь в шесть утра, да, наряжаясь и так далее. И было просто вот все клево. И даже ребята, которые вот в их класс пришли, да, мальчик учился девять лет в гимназии, а в десятый класс пришел Куракин к нам, да. И когда он поучаствовал в новогодних праздниках, он сказал, ну, такой школы не бывает, это что-то вообще бесподобное. Он был прав. Да, и он был прав. И вот, несмотря на то, что Дениске уже немало лет, совсем чуть-чуть, да, и закончил школу уже давно, он все равно с любовью всегда вспоминает школу. Так, мои дорогие друзья, меня зовут Денис Бойков. Я 11 лет назад закончил эту прекрасную школу. Как бы сейчас она вас не бесила, не надоедала и так далее, вы будете точно так же с большим удовольствием вспоминать и приезжать сюда и возвращаться. И с большим удовольствием встречать всех тех учителей, которые на данный момент времени, может быть, где-то кто-то вас немножечко бесит. Но потом вы будете понимать, что это все только вам идет на пользу. Потому что, опять же, вы поймете, сколько любви и тепла они дарят вам здесь и сейчас в эту дивную минуту. Знаете, чем запомнилась мне Инна Петровна? Она, наверное, самая яркая, самая прекрасная, потому что, не знаю, сохранилось ли это у вас. С утра она всех встречает, вот это, в школе, когда вот приходим. Нет, уже все, этого нету момента. Раньше у нас, знаете, как было интересно, когда в школу приходишь без формы, тебя отправляют домой. Понимаете, да, как часто я приходил без формы, чтобы меня отправляли домой. А так как живу я далеко, вот это пока там 30 минут туда я дойду, пока 30 обратно, пока переоденусь, пока то-се. Короче, к четвертому уроку, дай бог, я приходил. И маза у меня всегда была достойна. Инна Петровна меня отправила домой. И никто ничего не мог с этим сказать и поделать. Поэтому очень здорово, что Инна Петровна всегда нас встречала в понедельник на главном входе. Это было очень прекрасно, поэтому здорово, что такие моменты тоже у нас были. И здорово, что ты их вспоминаешь с большой улыбкой и позитивом, потому что это все было. И кайф, что оно все сохраняется в нашей памяти. Но не об этом хотел я с вами поговорить. Есть немножко времени и так как сейчас это... Вы какой класс? 11-й. Это уже, да, вот это, когда вот осталось совсем чуть-чуть и типа все, школа пока. Но дальше начинается, конечно, самое интересное испытание в жизни, где надо конкретно понимать, чего ты хочешь сам. И вот главный вопрос для вас. Поднимите руку те, кто определились с тем, чем он хочет заниматься дальше. После школы. Есть такие? Красиво, красиво. Вот это понимание. Классно. Давайте кто-нибудь, любой, кто определился своим выбором и может об этом сказать. Пожалуйста, любой, давай. Криминальная психология? Ну да, ты как сидишь с монотонным вот этим легким взглядом. С монотонным легким взглядом. Сто процентов видно, что ты криминалист. Хорошо, кто еще? Реклама. А расскажи, пожалуйста, какое направление рекламы ты бы хотела? Ну, соответственно, создавать рекламу и все, что связано для развивающейся компании. Или просто рекламировать продукты. Ну, короче, арбитражником быть хочешь, да? Знаешь, что это за направление? Да. Понял. Ну, в этом направлении надо будет разобраться, будешь зарабатывать большие деньги. Давай. Преподавать английский. Преподавать английский? Давай, поучи меня немножечко. У меня, правда, очень плохо с английским. Я вот, правда, у меня проблемы большие были. Я вот в школе почему-то не учился, а сейчас понимаю, что он очень важен. Друзья, если вдруг кто-то на секундочку думает, что он вам не пригодится, он вам очень сильно пригодится. Все правильно, очень здорово. Класс. Топи дальше за свое детище. Дальше. Кто еще? Ну, я юрист. Класс, по тебе видно, ты уже готов, знаешь, ты вот похож на тот, который вот уже, знаешь, заведомо знает, что он будет юристом. Вот это вот, это пиджачок, вот это все. И причем выделенный, понимаешь, ты не в темной массе, понимаешь, форма у всех должна быть черная, правильно? Но ты все равно, ты вот это аккуратненько, то есть, ну, юрист, который может еще за себя ответить, да, правильно? Я, как закончил школу, меня отправила мама, мама меня отправила. Обратите, пожалуйста, на это внимание, я вам скажу, почему я сделал такой акцент. Отправила меня служить, не служить, а именно учиться на военную. Все, я там потратил на это 7 лет своей жизни, но сам факт того, что я этого максимально не хотел никогда. То есть, вот такой получился интересный момент на то, что право выбора сделала за меня мама. Но просто немножечко обезопасив меня, побоясь на то, что я немножечко не готов для этого дивного светлого мира. Хотя, в целом, я всегда понимал свое предназначение. Мое предназначение просто быть свободным. Просто... И мама была права, что она тогда вас, уважаемый Денис, отправила тетю подумать о жизни. Нет, безусловно, чтобы разобраться, все, что не делается, все к лучшему. То есть, в любом случае, даже если что-то в нашей жизни происходит, нельзя этот опыт принимать как негативный. Все мы воспринимаем только с положительной точки зрения. Даже если это, ну, знаете, мне там немножечко где-то как-то, это принесло мне большое количество плюсов. То есть, обязательно мы выносим только положительные моменты со всего того, что мы видим, слышим, воспринимаем и ни в коем случае не грустим. Нет такого понимания, что у нас что-то плохо. У нас всегда все хорошо. Просто это ваше восприятие. Если вот что-то у вас произошло, ты же можешь всегда правильно вывести просто, ну, вот, определенные выводы с этого всего. Но главное что? Возьми с этого плюсы, минусы. Да бог с ним, нету минусов. Все вам дает жизненный опыт. Мне дал жизненный опыт, конечно, военный, там, определенные свои. Но, безусловно, это было больше все-таки желание моей мамы. Против него пойти я не смог, сделал. Да, судьба, значит, у меня такая. Но, опять же, не я хотел этого по своему желанию. По своему желанию, то есть, я понимал уже тогда, уже в свои 17 лет на тот момент в 11 классе, что в целом, даже отправив меня в большой город, я бы там не потерялся, потому что я знаю, что мне нужно делать. Ну, то есть, мы уже ощущаем заведомо уже с малых лет, у нас есть внутреннее ощущение того, чего мы хотим, к чему мы хотим прийти и чего мы хотим добиться, правильно? То есть, у нас уже рисуется какой-то свой маленький мир и свое направление, и свое какое-то внутреннее чутье на то, чего хотим мы сами. Обязательно, если вдруг у вас есть, не вдруг, а у вас есть вот это внутреннее чутье того, чего хотите вы сами, слушайте себя, обязательно чувствуйте, понимаете, развивайте это. Если вдруг ваши родители немножечко препятствуют и говорят, нет, ты пойдешь, потому что я так хочу, просто немножко возьмите с ними и поговорите. Объясните им по причине того, что, почему вам так кажется, что так бы было лучше. Важно вообще в любых отношениях, в семье, в отношении в любой, там, мальчик, девочка, папа, мама, без разницы, просто научитесь разговаривать друг с другом. Чем больше вы будете разговаривать, тем больше вас будут слышать и понимать, чего хотите вы сами. Если вы будете зажаты и немножечко, ну, вот это держать в себе, конечно же, никто не разберется и отправить вас на путь того, как кажется другому. Но это кажется другому, а не вам лично, поэтому научитесь обязательно разговаривать, доводить то, чего хочется вам самим. И тогда вы придете ко всем своим целям, и самое главное, что у вас будет прекраснейший баланс на то, что никто ни с кем не будет ругаться. Потому что в любом случае нас очень сильно отвлекает, когда мы внутри семьи находимся не в балансе, не в ресурсе, когда вот у нас какие-то там терки, еще что-то по факту. За что мы больше всего переживаем? Когда мы с кем-то из своих родных поругаемся, правильно? То есть, ну, нас никто так не беспокоит, как наши родные. Держите вот этот баланс, ни в коем случае ни с кем не ругайтесь. И помните про то, что папа, мама, вся моя семья, очень сильно люблю и никогда это не поменяю. Потому что я вам честно скажу, что мой даже какой-то, знаете, личный рост начал еще более стремительно идти после того, когда я начал восстанавливать максимально все в своей семье. То есть, когда я убрал все вот эти моменты недопонимания, терок, каких-то руганий, то есть непонятных, вот этого неправильного отношения, наверное, я бы вот так даже это все выразил. Поэтому если вдруг вот есть какие-то там колючки, разговаривайте. Просто разговаривайте, не держите ничего в себе. И самое главное, держите в балансе, держите в понимании того, что нету ничего важнее, кроме вашей семьи. И как только вы будете понимать то, что у вас все в семье хорошо и в порядке, то, соответственно, у вас будет свежий, здравый разум на то, чтобы идти творить, создавать, развиваться, достигать своих целей и быть просто тем, кем вы сами хотите. Так, какие-нибудь вопросы? Понятно, загрузил. Хорошо. Ну, давайте хоть что-нибудь, ребятки. Я не могу так сам с собой разговаривать. Мне надо кто-то постоянно, собеседник. Как учился? Как учился, честно, как я учился? Ну, нормально. Нормально вот это. Да, у меня были тройки. Сема не хватало, не учился. Вот, вот, да. Да, я вот тоже такой же, братан, который сидел там позади, я такой же, да. Я вот с ними где-то, да, вот там вот. Мы сами понимаем по внутренним ощущениям, чего мы хотим. То есть, да, безусловно, то, что нам дали учителя, это очень важный вклад, это ресурс, это все очень здорово и классно, но опять же там, да, то есть мы берем какие-то там математические, еще что-то, но мне это не надо было, но я понимал, что мне оценочка нужна, поэтому я любым способом добивался оценочку, но понимал, что мне это не очень интересно и не очень важно. Поэтому, ну, как бы, безусловно, делаем акцент на том, что важно, на том, что не важно, мы как-то аккуратненько там говорим, что пассиво большое объяснять, разговаривать. Даже здесь с учителями что-то, вдруг вы можете обо всем просто поговорить, правильно? Просто аккуратно донести и сказать, что, ну, там, чирик-тык-тык-тык, там, как-то на пальцах, вот это все немножко объяснить. Я просто вам сейчас могу сказать, что сегодня предъеден из школы, он зашел, я просто вам не зову учителя, к вам он зашел, ну, классный руководитель, естественно, Тамария Григорьевна, его классный руководитель, Ольга Владимировна Рябизова, он зашел, Валентина Мениаминовна Сорокина зашел, кто еще? Вы? Просто я вам назову учителя, к которому пришел, вот, Денис. А, Виктор Герцович, когда вы не работали. Он физик? Он последний год взял, это тот человек, который с ума чуть не сошел, когда я сказал о том, что я буду сдавать физику. А я, чтобы вы понимали, мне задали просто вопрос, говорит, что такое S, я такой, ну, наверное, скорость. Он такой, ну, понятно, а мне ЕГЭ сдавать по физике. Ну, я сдал, знаете как, на 60 там чем-то баллов. Ну, так вот, ребят. Понимаете, как бы, да, все учителя, которые я перечислила, ну, строгие учителя, скажем. Да, я пришел к тем, которые вот эти меня держали, прям вот это, в напряжении. Они меня держали, и это было здорово, это было круто, правда. Я воспринимаю и вспоминаю это только с большим позитивом. Чтобы вы понимали, Валентина Венианиновна, я думаю, которая из многих у вас там обведет, да, наверное, историю общества знания. В девятом классе, когда я пришел и сказал о том, что я хочу четверку по обществу знанию, она мне сказала, да? Хочешь четверку? Я говорю, да. 14 параграфов выучи и расскажи мне. И знаете, что я сделал? Я выучил, рассказал ей. И она меня спрашивала по каждому. Это было очень тяжело, интересно, но я это сделал. Просто потому, что, ну, вот мне вот почему-то вот очень сильно хотелось. Знаете, это у нас, наверное, была какая-то некая внутренняя, знаете, борьба характеров. Вот это мы постоянно вот с ним. Вот это. Да. В любом случае, это все настолько закаляет, делает сильнее. Но, опять же, мы это все воспринимаем не с негативом, а с позитивом на то, что, ну, круто же, ну, классно же. Кто-то хоть что-то от вас хочет. Понимаете? Кто-то хочет что-то от вас. А вы сами должны хотеть по факту. Это вам надо, это ваша жизнь. Они все отучили, они знают, они прожили им уже по факту, ну, сколько. Ну, это просто их работа, понимаете? Но круто, когда они в свою работу еще вкладывают в свою душу вас. Представляете? Это что же все надо ценить? Это что же все надо любить и знать, и понимать просто на то, что круто же, что кто-то хочет. Вы когда познаете немного другой мир, когда вы вот сейчас вот уйдете немного от мам с папой, вот всех учителей. Скажем так, в июне месяце, вы закроете, в конце июня закроете порог в лице. Дети, вот поверьте, вы почувствуете, что вы никому не нужны. Да. Кроме своих родителей. Да. Вот вы это почувствуете. Точно так же. Почувствую, что все. Ты пришел, ты пришел и просто ты понимаешь, что это огромный мир, в котором просто ты вот это, ну, капля, капля в океане, в котором тебе просто, ты вроде бы есть, но вроде бы нет. И только ты сам можешь построить себя как личность, как тот, который можешь что-то делать, показать. И только от тебя будет все зависеть. Никто тебе не придет, не подаст, вот это и не скажет, на, держи, конечно. А если скажут вам на то, что на, держи это тебе, то знайте, вас пытается кто-то немного на «е». Поэтому, знаете что, друзья, мы соблюдаем дисциплину, все правильно. Поэтому вот это то, что там думаете, что кто-то принесет и даст волшебную таблетку, нет. Таблетки тоже волшебные не дают, если что. А если дают, то знайте, это не волшебные таблетки, это очень плохо. Поэтому, друзья, знайте, что... Неужели у вас нет вопросов? Неужели вам вопросов не будет? Брат, ну давай, давай, только не на английском, я боюсь не отвечу. На немец. Вот, лютый интересуется, какие предметы... Кто-кто? Люд. Как еще раз? Люд. Люд? Люд. Люд, а, люди в смысле, ну, понял. Братан, ты красиво зашел, я даже, я сначала лютый подумал, ну, кто такой лютый. У нас очень интересные называли. Это очень здорово, давай, давай, за лют это класс, так. Люд интересуется, какие его предметы издавали. Сдавал русский, сдавал математику, общество знания, и сдавал физику. Ну, тогда это общество, когда ЕГЭ еще только, а какой бы, третий или четвертый год? В двенадцатом году я сдавал. Я свое предназначение еще в семнадцать лет знал, что мне не нужно на кого-то работать, где-то что-то делать. Я здраво сразу понимал, что я тот человек, который могу находиться просто вот это в пространстве ветра, вот это, и у меня все будет получаться. Почему? Потому что я умею контактировать с людьми, у меня хорошая коммуникабельность. То есть, и мне, в принципе, ну, на то, чтобы там зарабатывать себе на хлеб, классно, видики вот снимать могу, представляешь, а это сейчас модно стало, и все. Ну, одно из моих направлений, основных, да. И, ну, круто же, кайф, и все, оно складывается, опять же, по вашему внутреннему ощущению. Тогда видиков никаких не было, но просто я уже по себе знал, что мне не нужно, я знал, что мне просто надо вот, ну, следовать тому, чего хочу. Я знал, что мне не нужно было там куда-то поступать, чтобы что-то там, я понимаю, что, знаете, там я, но, опять же, ни в коем случае не поступил бы. Разная могла была быть ситуация, разная могла быть ситуация, потому что, опять же, ну, когда ты идешь в тот самый неизведанный мир, в который вы скоро зайдете, а там, ну, правда, очень много алчности, зла, негатива и прям, ну, опасности, прям в прямом смысле этого слова, потому что вы все будете поддаваться очень сильному влиянию людей и вот этого внешнего зла какого-то. Оно реально существует, потому что, ну, оно на каждом шагу в виде разных каких-то моментов. Я не буду, конечно, точно углубляться, что и как, но факт в том, то, что не надо вот, если чувствуете, что вот что-то вот вам кажется, что нет, лучше нет тогда. Вот, знаете, вот самое главное правило для себя запомнить, никогда не обманывайте сами себя. Только начнете себя обманывать, все, пойдете немножечко не по тому пути. Если вам кажется, вот это слово, если вам вот так вот кажется, что вот первая мысля, да, которая пришла, не, я что-то не хочу. Не надо докручивать, не надо больше никого слушать, все, себя услышали, все, дальше не пойду. Вот просто вам так кажется и все, потому что никто не подскажет вам лучше, чем вы сами. И вот с самого начала, с малых лет запоминайте то, что не обманывайте себя, слушайте себя. Это главное первое правило. Вот это вот прямо намотайте себе на ус, у кого они есть, соответственно. И знаете то, что это очень сильно вам поможет. Сейчас вы, может быть, не совсем понимаете, про что я говорю, потому что мне бы вот в 17 лет рассказывал бы какой-то вот дядька в очках, что не обманывай себя. Я бы сказал, да я не обманывай себя, что ты-то скопался, да я вообще домой хочу. У меня вот уже время, между прочим, мультики начинаются в 13. А что сказать-то? Сказать то, что стесняются камер? Почему стесняются? Потому что просто как минимум в маленьких городах люди вообще еще не привыкли, не понимают на то, что для чего это все делается. Вот это там снимать, открытость, еще что-то. В маленьких городах все привыкли вот это, никому ничего не показывают, никто ничего не знает и слава богу. Но опять же, это проблема, наверное, маленьких городов на то, что они не могут быть вот это раскрытыми, откровенными и в целом, ну, как бы, которым просто должно быть все равно. Хочется, делаешь, живешь, показываешь. Просто в маленьких городах есть большой, наверное, уровень зависти, наверное, как таковой. Ну, опять же, не должно ли быть все равно немножечко на все это дело? Вот это типа, ну, есть у тебя и есть. Ну, и что, короче, хотят кто-то что-то говорить, пускай говорят. Ну, опять же, старому поколению этому не объяснить. Если новое, то еще не совсем, да, опять же, на примере наших людей, которые находятся вокруг нас, мы должны, да, еще донести то, что, опять же, вам то, что, ну, друзья, нету какого-то мнения, нету какого-то понимания, что у вас там кто-то что-то подумает, придумает, еще что-то. Это все иллюзия. Вы сами додумываетесь за других, по факту. Вы откуда знаете, что вот у него в голове, что у него в голове, вы никто не знаете. Вы просто начинаете додумать, а, вдруг он там что-то подумает. То есть, опять же, вы начинаете проживать его жизнь. Не свою, его. Живите свою жизнь и забейте вообще на все. Почему? Потому что это ваша жизнь. Живите, кайфуйте, что хотите, стоит делать. Снимайте, показывайте, развлекайтесь и все. Никто вас за это не поругает. Всем глубоко, поэтому наслаждайтесь своей прекрасной жизнью. Ладно, все, что угодно. Спасибо. Ну что, день в школе подошел к концу. И, честно сказать, пожалуйста, заходите чаще к своим любимым учителям, потому что те эмоции, которые сейчас я ощутил, они невероятно крутые. Они невероятно классные, они невероятно одушевленные. Они максимально заряжают нас, потому что это те люди, которые по факту 11 лет жизни нас чему-то учили, вкладывали нас в душу. Вложите в них сейчас вот этот фидбэк, отдайте им немножечко себя. И поверьте, они максимально проживут эту жизнь вместе с вами. Самое главное, что они подарят вам те самые приятные чувства, что дарили вам тогда. Ведь вы же помните только приятные чувства. Заходите в школу, они вас очень сильно ждут. А мы пока пойдем в 11-м. Ой, хорошо, ой, хорошо. Прям приятное максимальное чувство. Только с таким надо проживать эту дивную жизнь. Погнали проживать дивную жизнь. До свидания. Я сдал на отлично. Ловим на лету, дело доведу, все мы на виду. Я ведь тоже не был в курсе, где твой враг и друг. Время сузит круг, деньги пусть идут. Деньги пусть идут, деньги пусть идут. Район забытых котов, салон отборных типов. Красиво жить не запрет, а на что ты вообще готов? Слова острее шипов. На ранен, но не убить. Верный, чтоб навсегда и капусты больше срубить. Я хочу ламбо, не в кредиты. Куплю маме новый кров. Пиздец, у нас аппетит. Люблю беший, люблю плов. Мы помешанные психи. Смешанный, как черви с пики. Извинить, нить, извинить. Нас не изменить. И как это мы забыли? Обязательно напиши какое-нибудь самое яркое воспоминание о школе. То, что было с тобой. Я все прочитаю. Что мне понравится больше всего, тому отправлю 5000 рублей. Приятно же, приятно же за воспоминание школы еще немножечко получить бонусов. Поэтому подписывайтесь на наш канал. У нас здесь и раздают, здесь приятные впечатления. А самое главное, здесь еще и приятные... Комментарии. Не упал, значит точно все в темах. Читайте комментарии, там по-любому будут веселые истории. Я тебя всегда жду. Приходил такой час.